Всем привет дорогие друзья, с вами Саня Артист. Сегодня со мной сидит мой отец, являющийся дрессировщиком медведей, со старым около 30 лет. Я его позвал, чтобы поговорить о ситуации, сложившейся в парке Тайган. Что ты вообще думаешь об этой ситуации? Ну вот, да, мы просмотрели видео с ним, где хотят закрыть парк Тайган, находящийся в Татмур. И мы вот считаем, что люди должны миронадушно, животному миру поддержать Олега Алексеевича Зубкова, директора этого парка, который с 2012 года содержит в этом парке несколько прайдов его, более 30 медведей. И вот мы смотрели видео, где люди посещали этот парк, и они очень довольны, им очень все понравилось. Я вообще считаю, где еще есть такие места, где люди свободно могут перемещаться среди прайдов Львов. Я так вот, таких парк, может и есть где-то в мире, но в России, я думаю, нет. Это единственный парк, это вообще уникальное место. И вот этот парк сейчас под угрозой закрытия. И мы хотим вот с сыном, тоже делаем видеообращение, чтобы люди неравнодушные к животному миру, и к такими уникальным местам поддержали Олега Алексеевича Зубкова. Ну вот, как-то так. У нас короткое видеообращение. Давайте поддержим, давайте, чтобы разобрались в этой ситуации чиновники и... Делали правильные. Да, какой правильный. Такие места вообще нельзя закрывать, я считаю. Потому что у нас и так в России, в России таких парков нет, практически нет. А где есть такие парки? Я, например, не знаю, где можно свободно гуляться в фильмах. Это вообще уникально. Уникально не то, что брюсерочкой. Человек, вырастивший так, любовь, значит, который любит людей. Они же не обрезаются, любят, обходят спокойно. Двы сидят сытые, ухоженные. Ну, так я на вере увидел там некоторых людей, которые вот рассказывали. Я там сам лично, конечно, там не был никогда. Ну вот. Давайте поддержим, друзья. Так, еще хотел задать вопрос. Что ты думаешь о видео Николая Соболева? Ну, что я думаю? Я думаю, Николай Соболев, конечно, до конца не разобрался в этой ситуации. Тем более, он там лично не посещал этот парк. Как можно, не посетив этот парк, делать такое видео, с таким обращением, что там плохо содержатся животные. Плохо содержатся животных, их сразу видно. Видно, по шкуре льва можно определить, как он содержится. Это, по-моему, да. Если у меня хорошая гривня, мощная грудь. Я просто посоветовал бы на кого-то с обувью сведеть туда, слетать. И до конца разобраться в этой ситуации. Самому лично увидеть, посетить этот парк. И самому лично увидеть, посмотреть на животных. Вот так я считаю, кто еще их может. Просто Николай говорит о том, что там животные ходят с ранами, там есть убитые, там черепа валяются, как крокодилы, допустим. Но как бы не было, это же все-таки животные. У них в инстинктах заложено убивать ради того, чтобы плыть, ради питания. Нет, это, наверное, я думаю, там, это крокодилы убиты. Я-то видел, он не видел, конечно. Николай говорит, что там, где я просто пропустил этот программ. Нет, ну там, вы, конечно, могут, наверное, нападать на крокодилов. Но это все-таки же, они находятся, как в свободной природе, в сафари. В сафари-парк, если они там свободно перемещаются, может, конечно, и напал на крокодилов. Но не из-за того, что он там голодный, я думаю. Может, какую-то угрозу крокодилу не с прайдой. Так что, нет, а то там нельзя судить. Потому что вы голодные едят крокодила. И еще вопрос. Что бы ты посоветовал Олегу Юзукову? Не посоветовал, а... Нет, я только могу поддержать его. Советовать, я думаю, что он советует. Он все знает. Просто, чтобы хватило ему сил, выдержки, бороться с чиновниками. Я думаю, он человек волевой. То есть, он такой, создал уникальный такой парк. Я думаю, этот человек справится. Просто, друзья, товарищи, надо поддержать этого человека. И чтобы этот парк не закрыли. Потому что он нужен для того, чтобы в Крыму такая территория, чтобы люди могли посещать это место. Люди с других странами... Да, просто можно поддержать его. Поддержать. У него есть петиция. Обязательно ее подписывайте. Да, да. Друзья, подписывайте петиции за Олега Юзукова. За Олега Юзуевича Юзукова. Потому что таких людей, я считаю, у нас в России... Мало. Очень мало. Любящих животных. А таких парков вообще практически нет в мире. Даже в мире. Потому что в России даже в мире. Всем пока. Продолжение следует...